Всем здорова, меня зовут Максим и вы смотрите канал Stupid Mad World, а вернее его постоянную рубрику новости IT-индустрии. Это уже 109 по счету выпуск, усаживайтесь поудобнее, поехали! Гугл и Левис представили умную куртку. Джинсовка изготовлена по технологии AT-AP Project Jackar с применением умного материала, обладающего проводимостью. Пользователь может отправлять различные команды на телефон, прикасаясь к рукаву. Например, можно включить или приостановить воспроизведение музыки, промотать композицию вперед и назад, принять или отклонить звонок. Ожидается, что куртка поступит в продажу уже этой весной по цене в 350 долларов. Nokia 6 оказалась крепким орешком После возрождения бренда Nokia у многих качество выпускаемых HMD Global устройств вызвало сомнение. Развеять их решил известный западный блогер Зак Нильсон. Отмечу, что этот товарищ специализируется на проверке прочности различных девайсов. Так вот, Nokia 6 выдержала с честью весь набор издевательств Зака. Да, смартфон не блечит какой-то исключительной стойкостью к повреждениям, но не сделан из говна и палок, что лично меня очень радует. Snapdragon 660 превзошел все ожидания. Новый чип компании засветился в Antutu с весьма приличным результатом в 105 тысяч баллов, при этом почти из 31 тысячи из них приходится на графику. Ранее ходили слухи о том, что процессор будет состоять из 8 вычислительных ядер Крио и видеоскорителя Adreno 512. К сожалению, более подробную информацию об этой SOC у нас пока нет. Visa показала очки с возможностью оплаты. Платить с помощью смартфона? Да кого сейчас с этим удивишь, а вот солнцезащитные очки с электронным кошельком выглядят как минимум необычно. Только задумайтесь, у вас наконец-то появится возможность оплачивать все покупки своим очком. В рамках фестиваля SX-SW 2017 компания Visa продемонстрировала прототип солнцезащитных очков с небольшим NFC-чипом на дужке, с помощью которого можно оплачивать покупки. Зачем это нужно, я не представляю, разве что производить впечатление на кассиршу в местном супермаркете. Углеродно-ионные батареи изменят мир Батареи на основе углерода не горят и способны заряжаться за считанные минуты. Кроме этого, срок их службы значительно превосходит литий-ионные аналоги. Британский стартап Zabgo провел успешные испытания своих новых углеродных аккумуляторов в электрокарах, которые обслуживают пассажиров в аэропорту Hitrow и уже готовятся выпустить на рынок первый коммерческий продукт — переносной Powerbank, который заряжается до 100% всего за 5 минут. К сожалению, на данный момент технологии еще не готовы к внедрению на массовый рынок смартфонов, но ребята из Zabgo обещают допилить ее в течение двух лет, так что не исключено, что iPhone X или Galaxy S10 получат именно такие углеродно-ионные батарейки. Беспроводные наушники чуть не убили девушку Случай, от которого стынет кровь в жилах, произошел на борту самолета, следовавшему по курсу Пекин-Мельбурн. На голове одного из пассажиров взорвались и вспыхнули беспроводные наушники. Девушка получила страшные травмы и до смерти напугала соседей по салону самолета. Наушники вспыхнули на втором часу полета. Девушка пыталась их снять и затоптать огонь ботинками, но без помощи стюардесс и огнетушителя ничего не получилось. Ясно только одно — практически любой гаджет с литий-ионным аккумулятором потенциально может загореться. Будем надеяться, что у ребят из Zabgo получится до ума довести свои углеродные ионные батареи. Слухи о новых смартфонах Nokia Финский бренд планирует выпустить два среднебюджетных девайса Nokia 7 и Nokia 8 и топовое флагманское решение Nokia 9. Nokia 7 и 8 будут отличаться лишь габаритами корпуса и диагональю экрана. Оба девайса будут работать на Snapdragon 660 и получат очень тонкие рамки и цельнометаллический корпус. Естественно, устройства оснастят сканером отпечатков пальцев и быстрой зарядкой. Что интересно, несмотря на слухи об отказе Nokia от оптики Carl Zeiss, похоже, именно эти стекла мы и увидим в восьмерке. О флагмане же Nokia 9 информации пока не так уж и много. Скорее всего нас будет ждать Snapdragon 835 и дисплей с Quad HD разрешением. По слухам, представить новинки Nokia должна в мае или в июне этого года. Samsung работает над своей версией 3D Touch. Корейский гигант поставляет довольно много комплектующих для Apple. Ходят слухи, что к этому году в список добавится и OLED-дисплей для нового iPhone 8. Естественно, экраны, как это нынче модно, будут изогнуты по краям и смогут распознавать силу нажатия. Куда ж без этой важной функции и в новеньком iPhone? Вот на основе этих слухов аналитики сделали вывод о том, что фаблет Note 8 получит аналогичную функциональность. Вопрос, зачем, остается открытым. Мы уже видели реализацию 3D Touch от Huawei и Meizu. Ее там пока поддерживает только пара-тройка системных приложений. Думаю, у этой технологии на Android не будет будущего, пока ее поддержку не запилит Google на системном уровне. Что мы знаем о Google Pixel 2? На данный момент информации не так уж и много, однако точно известно, что поисковик уже приступил к активному тестированию первых образцов в паре с первыми сборками Android 8. Смартфоны с кодовыми именами Маски и Вэли, скорее всего, будут отличаться только размерами экранов. Ожидается, что следующее поколение Pixel будет работать на Snapdragon 835 и, возможно, лишится 3,5-мм миниджека. О датах или сроках выхода девайсов пока не приходится говорить, но вот новенький Android 8.0, скорее всего, покажут на Google I.O. 2017 уже этой весной. А чего ждете вы от новой операционки? Какие функции вы бы хотели в ней увидеть? Пишите об этом в комментариях. А на этом все, подписывайтесь на канал, ставьте оценки этому видео, вступите в группу ВКонтакте, где происходят различные розыгрыши для участников и постится уникальный контент. Подпишитесь на меня в инстаграме, всем спасибо за внимание, всем пока!